Здравствуйте! На Интере время подвести итоги дня. В студии Алексей Фадеев и сегодня в выпуске. Из авто за решётку. Первый высокопоставленный чиновник времён Януковича арестован в столице. Почему украинские чиновники из Минюста не явились в Венецианскую комиссию и что станет законом алюстрации в Украине? Украинских госслужащих обманули? Что получили бюджетники вместо обещанных повышенных зарплат? Неспокойный Еврочемпионат. Болельщики дерутся, лётчики бастуют. Украинские футболисты готовятся к поединку с немцами. Итак, начнём. Экстренный брифинг генерального прокурора. Первый незаочный арест чиновника времён Януковича. Организатор теневых схем, младая олигарха Курченко, с минувшей ночи за решёткой. Накануне в столице правоохранители задержали бывшего замминистра экономики правительства Азарова Александра Сухомлина. Подробнее Ольга Теребинская. Днём задержали, вечером объявили о подозрении, ночью избрали меру пресечения. Экзем-министра экономики и бывший глава аукционного комитета по продаже нефти, газа и угля Александр Сухомлин в зал суда попал практически прямо из своей машины. Его сотрудники генпрокуратуры остановили на дороге. Инкриминирует в создании преступной группировки и хищение газ собственности в особо крупных размерах. В 2010-2014 году на посаде главы аукционного комитета по продаже нефти, газового конденсату, скрапленного газа и вогилля, действием в предыдущем с Януковичем Азаровым и Курченко, а также, наверное, с другими членами злочинной организации, незаконно заволодил в интересах злочинной организации майном ПАД «Укргазовыдобувание» и ПАД «Укрнафта», больше 50% которых належит державе, а именно выработанными скрапленным газом на общую сумму понад 2 миллиарда гривен. Затем купленный на аукционе по льготным ценам газ вместо использования для нужд населения отправлялся на автозаправки. И уже не по льготной цене, а по рыночной. По результатам экспертизы наварили на этом газе 5,5 миллиардов гривен. До сих пор на территории четырех областей, в домах Сухомлина и его родственников, на местах его работы проходят обыски. По расследованию, свидетельствуют достатки данных, подозрений Сухомлина, уходящих до склада упущенной организации, которую учебал полицейский президент ПАД «Укргазовыдобувание» Янукович. Генпрокурор на протяжении всего брифинга не раз благодарил сотрудников своего ведомства, СБУ, фискальной службы и особенно Голосеевского райсуда. Судьи вышли на работу, по сути, поздно вечером, за проведенную работу. Ни один и один вечный и запобежный заход, кроме выключенного запобежного захода грима в битвах, не может забезопасить запобегание существующим риском и раздвинение заданий грима и проважения. Суд прошения прокуроров одобрил. Сухомлина арестовали на два месяца, до 8 августа, с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен. И если следствие докажет его вину, ему светит до 12 лет тюрьмы. Ольга Теребинская, Игорь Сулий, подробности, телеканал Интер. Также генеральный прокурор на брифинге заявил, закон об очищении власти нуждается в доработке. И в случае, если Конституционный суд отменит его, генпрокурор убежден, парламент внесет поправки, предложенные в Венецианской комиссии, и еще раз примет этот закон. Вот что сказал Юрий Луценко. Почему заседание Венецианской комиссии, на котором накануне должны были рассмотреть поправки к закону о люстрации, проигнорировал украинский Минюст? С таким вопросом мы обратились сегодня к главе ведомства Павлу Петренко. И вот, что он ответил. А вот у Венецианской комиссии другая версия. На вчерашнем заседании там были готовы выслушать украинский Минюст, но ни представители ведомства, ни правок к закону там так и не дождались. Официальный текст изменений комиссии никто не присылал, заявил ее глава Джани Букикио. А обещанием министра это сделать, между прочим, уже около полутора лет. Мы до сих пор не получили никаких правок. Свои рекомендации к данному документу мы уже высказали, но результатов так и не получили. Я не знаю, в чем дело. Возможно, правки попросту не готовы. Мы рекомендовали внести правки в закон как можно скорее. Конечно, не наше право судить, как будут выполняться те или иные законы. Потому что, как правило, к нам они поступают на этапе подготовки, еще до вступления в силу. Но этот закон даже в таком виде нарушает права человека в Украине. Мы все же надеемся, Киев учтет все наши рекомендации. Украинский министр заверил нас в этом. И мы обязательно на них посмотрим. На закрытой части вчерашнего заседания замсекретаря комиссии проговорилась неофициально. Правки ей все же показали. И тот вариант, который сейчас уже в парламенте, учитывает не все рекомендации европейцев. Об этом нам рассказал представитель Украины, венецианской комиссии Владимир Пилипенко, который присутствовал на этом закрытом заседании. Несмотря на участившиеся обстрелы пунктов пропуска на Донбассе, более чем вдвое увеличилось количество желающих пересечь линию разграничения. В основном это люди из неподконтрольных районов Луганской и Донецкой областей, к так называемым пенсионным туристам и тем, кто ездит за продовольствием, добавились отдыхающие. Проводить отпуск на подконтрольных территориях дешевле и безопаснее. Из-за этого на пунктах пропуска формируются огромные очереди. Подробнее в нашем следующем материале. Пункт пропуска Зайцево, это между Бахмутом и Горловкой, один из самых крупных в зоне АТО. Заехать в неподконтрольные районы Луганской области на машине можно только здесь. На данном этапе резко возросло пересечение грамотян. Мы оформляем из семи до десяти тысяч грамотян. То бишь максимально, то бишь, по данному пытанию транспорт-экзаторы были двух тысяч. Это вдвое больше обычного. Ну а кто не успел пересечь линию, часто остаются здесь ночевать. С неподконтрольной стороны пропускают медленнее, говорят люди. Сюда ехали, с шести утра уже были там. И вас сколько пересекли? И вас сколько? Без пятнадцати восемь вечера. В последнее время боевики стали часто обстреливать пункты пропуска. В таких случаях движение останавливает, что только усугубляет ситуацию с и так километровыми очередями ожидающих. Все КПВВ на линии размножения, то есть Луганская область, Донецкая, біля Краматорську та біля Мариуполя обстреливались безпосереднье КПВ близько 70 разів. Из-за боевых действий не работает самый современный пункт пропуска в поселке Золотое Луганской области. В данной ситуации выигрывают перевозчики, которые доставляют людей от пункта пропуска до нулевого блокпоста. Семь, восемь кругов мы делаем. Здесь пять-шесть машин. АТБ Краматорска занимается перевозкой в серой зоне. Мы от КПП до Майорска и назад. Протяженность маршрута чуть больше 10 километров. Цена 15 гривен. Отбой от пассажиров нет. Люди набиваются в салон за 5 минут. Обратно это будет через 20-30 минут. Автобус тоже поедет полный. Это десятки и сотни тысяч гривен дохода с каждого буса в месяц. Так, мужчина, мой, мой, мой. Мужчина, что у нас там? Где? Где проеду? А я же оплатил, вы мне 5 гривен встать. Так, все. Людей очень много в автобусе. Какая-то норма какая-то есть или как? Любому собравшемуся на неподконтрольное Украине территории лучше заранее запасаться терпением и готовиться к долгим часам ожидания. Руслан Смещук, Даниэль Косаковский, Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер. Продолжаем выпуск. Обещать не значит выполнить. С 1 мая зарплата госслужащих должна была вырасти почти вдвое. Постановление подписали, только вот деньги выделить забыли. Почему госслужащие так и не дождались реального повышения зарплаты? Кто теперь должен искать деньги? Подробнее об этом Ольга Рыцарь. В этом месяце чиновники в предвкушении ждали зарплату. С 1 мая она должна была увеличиться почти вдвое. Еще 6 апреля правительство Яценюка перед уходом с барского плеча подписало соответствующее постановление. Оно шло с привязкой к закону о госслужбе. А клад действительно вырос, но при этом урезали надбавки. А некоторым сняли абсолютно все. Если зарплата главного специалиста была в 2015 году в месяц 2,5 тысячи гривен, то сегодня главный специалист государственного органа влады получает зарплату 3700 гривен. Единственное, что не выплачивается надбавка. До таких денег из государственного бюджета не выделено. Выплата проводится в межах того фонда оплаты, который на сегодня есть. Вот и получилось. На руки госслужащие получили то же самое, а в некоторых случаях даже меньше. Как, например, в Министерстве образования. На своей странице в Фейсбуке первый замминистра образования и науки Инна Савсун возмущается. Главный специалист Департамента высшего образования в прошлом месяце получила 3614 гривен, а в следующем месяце без окладов начислят еще меньше. Просто ожидали, что будет продолжаться девальвация и инфляция. Основные джерела наполнения бюджета виновен сам уряд, потому что он не сбалансировал достатным чином свой бюджет, вытраты и доходы. Таким чином пан Яценюк на майбутних выборах фундаментально забезпечивал себе электорат. Говорит Гройсмана, да, маю знайти кошты. Автор законов о госслужбе нардеп Алена Шкрум объясняет, предыдущее правительство действительно не справилось со своей задачей. Поэтому и получилось. Денег в бюджете нет, а те, что выделили, неправильно распределили. К тому же некоторые министерства так и не сократили штат. Большинство работы могло сделать предыдущие, потому что три месяца у них было не то, чтобы это сделать за законом. Там, где перевыкновение бюджета за допомогой децентрализации, у них суттямо повысилась зарплата. Но в некоторых районах, где недофинансирование и нет перевыкновения бюджета, и децентрализация им не допомогла. Теперь госслужащие ждут, когда же депутаты исправят ошибки предыдущего правительства и внесут изменения в бюджет, чтобы на добавки им все-таки выплатили. Ольга Рыцарь, Инна Белецкая, Жанна Дучак, Сергей Коваль, подробности телеканал Интер. В Виннице на взятки попался хирург одного из медучреждений. 1300 долларов он требовал и получил от раненого бойца АТО за оформление третьей группы инвалидности. Теперь сотрудники прокуратуры и СБУ проверяют, только ли задержанный из КУЛАП брал взятки или еще с кем-то делился. Ведь решение о группе инвалидности принимает медико-социальная экспертная комиссия. При обыске в ее помещениях, а также в квартирах и домах других членов комиссии, оперативники изъяли около 35 тысяч гривен и 6 тысяч долларов. Накануне очередного раунда минских переговоров на Мариупольском направлении ситуация за минувшие сутки обострилась. Вражеские обстрелы, в том числе и из крупнокалиберного вооружения, фиксируются вдоль всей линии разграничения. Тему продолжит наш корреспондент Александр Пантелеймонов. 12 прицельных вражеских минометных обстрелов с позиции боевиков под Донецком у Красногоровки бил даже танк. Огнем из стрелкового оружия и гранатометов наши позиции от пригородов Донецка и до самого побережья Азовского моря боевики поливали всю ночь. Наши бойцы под Коминтерновым недалеко от Мариуполя говорят, активность противника резко возросла. Все чаще слышны звуки техники. Затем следуют обстрелы. Гусеничную пока вроде как бы не слышно. Вот именно звуки машин. То есть грузовые, грузовой транспорт и легковой. Вот легковой, когда работает легковой транспорт, сразу идет по нам обстрел. Может они что-то возят на нем. Такая активизация в стане противника неспроста, говорят военные. Уже в среду состоятся очередные переговоры в Минске. И перед каждой встречей дипломатов боевики получают команду хорошенько отстреляться. Ну работали за СПГ, с минометов работали. В принципе, так как они работают, неопытные ребята, походу. Ну, все ближе и ближе бьет. Ну, а так отвечаем только если уже с их стороны. Вечером кого-то темнее. Только слышим выходы, выстрелы. Усего, что у них там есть, походу. Со стороны боевиков все чаще прилетают тяжелые мины и даже гаубичные снаряды. Хотя, если придерживаться договоренностей, эти вооружения уже более года назад, под наблюдением ОБСЕ, должны были отвезти от линии фронта. Александр Пантелеймонов, Максим Чеблин и Николай Киндратенко. Подробности телеканал Интер. Соединенные Штаты продлят персональные санкции против ряда белорусских чиновников еще на год. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. В документе упоминается, что лица, в отношении которых продлены ограничительные меры, причастны к политическим репрессиям, систематическому нарушению прав человека и коррупции в Беларуси. А это представляет угрозу национальной безопасности и внешней политики США. Между тем, ЕС постепенно смягчает экономические санкции в отношении белорусских компаний. В Лондоне горит жилой многоквартирный дом. Огнем охвачены сразу несколько этажей. По словам очевидцев, пожар вспыхнул после серии взрывов в районе Брикстон. На кадрах, снятых на мобильные телефоны, видно, как из окон валит черный дым. По предварительной информации, три человека пострадали, 50 жильцов эвакуировали. На месте работают десятки пожарных. Это пока вся информация о происшествии. Тысячи мигрантов штурмуют Европу. В Средиземном море снова обнаружены десятки лодок с беженцами. Береговая охрана Италии пытается спасти нелегалов, но помочь получается далеко не всем. Люди тонут. Все подробности у Вениамина Трубачева. Только за последние два дня спасатели обнаружили 15 лодок. Они были полностью заполнены мигрантами из неблагополучных стран Азии и Африки, которые пытались попасть в Европу. Маршрут уже проверенный, но очень опасный. Из Ливии в Италию по Средиземному морю. Небольшие суда часто под воздействием ветра и волн тонут. Правозащитники уже подсчитали, что с начала 2016-го погибло свыше 2500 мигрантов. Это больше, чем за такой же период в прошлом году. На смертельно опасное путешествие решаются не только молодые мужчины, но и женщины с детьми и даже старики. Это было непростое решение, но я рискнул. Бедность меня заставила начать это путешествие. У меня на родине нет еды. Повсюду смерть и боль. Люди бегут в том числе и от войны. Активные боевые действия против ИДИЛ возобновились в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Сложная ситуация в районе иракского города Фалуджа. Правительственные войска выбили террористов ИДИЛ уже с центральной части. Но операция по освобождению Фалуджа от боевиков еще не закончена. Зачистка продолжается и днем, и ночью. Армия активно применяет танки и пушки. Военные осматривают буквально каждый дом. Этот город имеет стратегическое значение. Он расположен недалеко от столицы Багдада и считается оплотом террористов в Ираке. Надеюсь, в ближайшие несколько дней мы сможем освободить Фалуджу от террористов полностью. После этого все люди, которые пострадали от исламистов, смогут вернуться в свои дома. В Фалудже живут больше 50 тысяч человек. В городе серьезные проблемы с продуктами и водой. Люди голодают. Многие пытаются покинуть свои дома и выехать из зоны боевых действий. В ближайших районах уже выросли целое палаточное поселение. Местные жители надеются, что скоро боевые действия закончатся, и они смогут снова вернуться домой. Вениамин Трубачев и Владимир Самченко. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. В США снова инциденты со стрельбой. Не обошлось без жертв. Где стреляли, расскажет наш собственный корреспондент в Соединенных Штатах Тихон Дзятко. Стрельба произошла в аэропорту Лавфилд в городе Даллас. Это штат Техас. Случившийся запечатлел на видео один из пассажиров. На нем видно, что полицейские делают несколько выстрелов в мужчину у входа в зал выдачи багажа. А после этого задерживают его. Как выяснилось позже, причиной стала семейная ссора. Мужчина громко ругался с женой, угрожал ей камнем. Вмешались полицейские, и он переключился уже на них. В результате они открыли огонь и ранили его. Сейчас мужчины госпитализированы. Если в Далласе обошлось без жертв, то в штате Флорида стрельба завершилась гораздо трагичнее. Все произошло в городе Орландо. Там проходил концерт Кристины Гримми, 22-летней исполнительницы одной из звезд американского талант-шоу «Голос». После концерта она раздавала автографы. К ней подошел неизвестный мужчина и выстрелил. Девушка скончалась в больнице. После выстрела на неизвестного набросился брат певицы. В ходе драки преступник застрелился. Поклонники певицы в шоке. Никто из них не ожидал, что подобное может произойти. Тем более на концерте, где преимущественно были подростки и дети. Тихон Зитко, Сергей Еременко. Подробности Американское бюро телеканала Интер. В Швеции отменили большинство рейсов авиакомпании САС. На работу не вышли 350 пилотов. Началась забастовка еще в пятницу вечером из-за несогласия профсоюза с условиями труда и оплаты. Отменены 159 авиарейсов. Ожидается, что протест пилотов коснется около 20 тысяч пассажиров. Участие в забастовке принимают пилоты, работающие в стокгольмском аэропорту Орландо. Они требуют, в частности, повышения зарплаты более чем на предложенные 2%. Среди других требований профсоюза улучшение и упрощение коллективного договора. Почти то же, что и в Швеции происходит во Франции. Там на второй день Евро-2016 забастовку начали пилоты одной из крупнейших мировых авиалиний Air France. Две первые игры уже прошли успешно для французов и швейцарцев. Следующий матч играет сборная России и Англии. Первая победа Франции далась нелегко. Матч с Румынией закончился со счетом 2-1 в пользу хозяев Евро-2016. Французские болельщики не скрывают радости. Я верю в них. Им удалось дождаться подходящего момента. Они меня немного напугали, но я все равно верю в них. Пока в Париже празднуют, в Марселе успели подраться фаны сборных, которые выйдут на поле сегодня – Россия и Великобритания. Около 200 человек столкнулись в одном из пабов города. Чтобы унять их, полиции пришлось применить слезотащивый газ. Между тем, увидеть матчи иностранным гостям-болельщикам теперь будет сложнее. Как и попасть домой? Крупнейшая французская авиакомпания Air France начала 4-дневную забастовку протест против трудовых реформ. Во время Евро, считают профсоюзы, акция протеста будет особенно эффективной. Это уже чересчур и никому не нужно. Не думаю, что у них так много причин для протестов. Тем более, это неразумно в международном контексте. Сегодня отменили 30% рейсов. Дальше будет хуже – грозят профсоюзы. И обещают, что на работу не выйдут 70% пилотов. Власти на уступки пока не идут. А пассажирам советуют проверять заранее, не отменен ли их рейс. Мила Орехова, подробности, телеканал «Интер». Свой первый матч чемпионата украинская сборная проведет уже завтра. Встретится с одной из звездных команд сборной Германии. Чего ждать от немцев и кто предсказал украинцам убедительную победу? Расскажет Татьяна Лагунова. Первый соперник на чемпионате Европы и сразу же одна из сильнейших и опаснейших сборных турнира. Завтра вечером во французском лили украинцы встретятся с немцами. Действующими чемпионами мира, которые совсем не прочь добавить к этому титулу. Еще и звание чемпиона Европы. Французский курорт «Эвиан» на поле разминается и тренируется чемпион мира и самая дорогая сборная нынешнего турнира – команда Германии. Суммарную стоимость всех игроков Бундестима подсчитали эксперты. Получилась астрономическая сумма – 562 миллиона евро. Немецкая сборная самая дорогая. Немного отстают испанцы. Суммарная стоимость игроков команды – 550 миллионов. Потом идут французы, бельгийцы, ну и так далее. Бастян Швайнштайгер, Лукас Подольский, Томас Мюллер, Жером Буатенг, Тони Кросс, Мануэль Нойер, Марио Гетце. Что не имя, то звезда. Бороться за звание сильнейших в Европе будет золотой состав Бундестима. Подвел команду только один игрок – полузащитник дортмундской Боруссии Марко Ройс. Накануне турнира футболист получил травму. И матчи сборной теперь будет смотреть в трибун. Команду Германии букмекеры уже сейчас называют одним из фаворитов чемпионата. Но сами немцы осторожничают. Мол, на турнирах такого уровня опасен каждый соперник. Особенно ждут своего первого матча с Украиной. Период подготовки очень важен, но самое прекрасное время – это когда начинаются игры. И, конечно, мы с радостью ждем воскресенье. Результаты матчей пытаются угадать не только эксперты, букмекеры и фаны, но и по традиции – животные оракулы. Каала из зоопарка Лейпцига, например, предсказала – Германия и Украина сыграют в ничью. А вот морской лирис Кюльнского зоопарка не компромиссничал и напророчил убедительную победу украинской сборной. Чей футбольный прогноз окажется точнее, узнаем уже завтра. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. В Великобритании стало на тысячу рыцарей больше. Королева Елизавета расщедрилась на титулы в честь празднования своего 90-летия. В списке новоиспеченных рыцарей шотландский рок-певец Род Стюарт, которому титул пожаловали за вклад в музыку и благотворительность, были на праздновании и происшествия. Какие – об этом смотрите в нашем международном обзоре. Отменили рейс – не беда. В аэропорту Пекина пассажиры пустились в пляс. Импровизированный танец исполнили участники балетной труппы, когда их самолет не вылетел вовремя из-за непогоды. Застряли в зале ожидания на пять часов. Очевидцы засняли все на видео и выложили в интернет. Ролик собрал уже 10 миллионов просмотров. Прыгнуть в кратер вулкана ради экстрима. Итальянская фотомодель Роберто Мончини в очередной раз удивила своим опасным трюком. Девушка уже плавала с акулами и скатами, пролетала с парашютом над небоскребами, а теперь еще и прыгнула в кратер вулкана с вертолета. Свой экстремальный прыжок Роберто сняла на видео. На кадрах видно, как она буквально парит над огромным кратером Вильярика в Чили. Круг почета над статуей свободы. Самолет на солнечных батареях добрался до Нью-Йорка и порадовал американцев пируэтами в небе. Solar Impulse 2 прилетел из Пенсильвании за 4 часа. Это его последняя остановка в Соединенных Штатах. Потом через Атлантику в Европу. Кругосветное путешествие было запланировано год назад. Solar Impulse стартовал из Абу-Даби и уже успел побывать во многих странах. Правда, пару раз экипажу пришлось прерывать свой полет из-за технических неполадок. Гейпарад Южной Кореи не обошелся без инцидентов. Представители секс-меньшин собираются в Сеуле каждый год. И почти всегда такие шествия сопровождаются стычками. На этот раз несколько активистов решили перекрыть путь буквально телами. Они улеглись на дорогу с табличками «Нет гей-параду». По-хорошему, они не уходили. Пришлось подключить полицию. Обморок на дни рождения британской королевы. В Лондоне прямо во время парада упал солдат на глазах у королевской семьи всех гостей. Гвардеец потерял сознание по предварительной информации из-за жары и переутомления. Он состоит в пехотинском полку и по форме на голове у него была высокая медвежья шапка. Летом в ней особенно тяжело нести службу. Такие головные уборы делают для британских солдат из меха медведей гризли с 1830 года. Несколько раз англичане пытались предложить форму полегче. Но традиции в Британии всегда берут верх. Наш выпуск подходит к концу, но уже через сутки. Это завтра в 8 вечера в эфир выйдут наши коллеги с подробностями недели. И как всегда уже сегодня они готовы поделиться некоторыми темами. Не пропустите в подробностях недели. Футбол года. Будут все три игры очень интересные. Евро-16. Сборная Украины против чемпиона мира Германии. Прямые включения из французского Лиля. Таможня дает добро, а берет взятки. Это все можно закрыть одним махом. Правительство отправляет на границы черную сотню. Ультиматум власти месяц. Кто победит, контрабандисты или закон? Отказ за отказом. Вытрачено дуже багато часу, нерви, грошей. Консульство придерживают шенген для украинцев. Кому и почему стало сложно получать европейские визы? Готовим пляжные зонтики. Украинцы ищут замену Крыму. Что, где и почем. Море, горы или огород? Приют, конец. Сколько украинцы готовы тратить на свой отдых? Финишная прямая. Первая в истории женщина Хиллари Клинтон или скандальный и непредсказуемый бизнесмен Дональд Трамп. Президентские выборы в Соединенных Штатах. Если Трамп победит, никто не знает, что будет. Даже он сам. От экстравагантного до комичного страсти только нарастают. Новости отовсюду в прямом эфире. В подробностях недели ровно 8 вечера в это воскресенье. На этом все. За развитием событий следите на нашем сайте подробности.ua. Я прощаюсь с вами до понедельника. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин